Друзья, всем привет! Сегодня будем делать полезный инструмент для дома и дачи. Из старых не нужно грабли и металлолома. И для начала избавимся от старого черенка, он нам не нужен. Далее все железки необходимо зачистить от ржавчины. Не забываем про средства защиты. Далее на куски металла прикладываем 125-й отрезной круг от болгарки и очерчиваем три таких окружности. Из металлолома у меня две пластины толщиной пару миллиметров. На другом куске чертим линию, отступив 25 миллиметров от края. Теперь фиксируем и отрезаем по линии. Понадобятся две полосы длиной около 400 миллиметров. Если в металлоломе найдутся такие готовые, то вырезать полосы не придется. Мне не попались такие, поэтому я вырезаю. Далее вырезаем круги. Тут уж никуда не деться. Пожалуй, это самая долгая процедура во всей самоделке. Вообще, этот инструмент я делал около двух часов, с учетом перестановки камер с одного места на другое. По итогу у нас получится вот таких три не очень ровных круга. От граблей нам понадобится только крепление черенка. Оно вроде называется тулейка, но это у лопаты. У граблей, думаю, так же. Ее и отрезаем. А для того, чтобы выровнять круги, я решил пойти вот таким способом. Нашел для начала в них центр и сделал отверстие на 8 миллиметров. Далее насадил все три круга на болты и стянул гайкой. И после этого зажал в патрон сверленого станка, который я включил на самых малых оборотах. А болгаркой с толстым диском немного прижимая, принялся выравнивать круги. И уже через несколько минут они были ровные. Если нет сверленого станка, то можно воспользоваться дрелью, которую необходимо прочно зафиксировать. Далее, теперь уже по отдельности диски надо заточить в одной плоскости. Делать я это буду уже по привычной мне технологии. И вот по итогу получилось три ровных подточенных диска. Но это еще не все. С ними надо сделать еще несколько манипуляций. Сначала беру сточенный отрезной диск. Думаю, диаметр у него миллиметров 50. Я его укладу по центрам дисков и обвожу маркером. А далее с помощью линейки делю диски на 8 частей. Или точнее провожу 4 равноудаленных друг от друга линии через центр. А теперь по этим линиям надо сделать запилы, доходя до окружности, начерченной с помощью остатка диска. Последним действием с помощью пассатиж немного изгибаем лопасти, чтобы получилось что-то похоже на вентилятор. После этого закругляем край полосы и сверлим с краю отверстие на 8 миллиметров. Далее берем болт М8 с шайбой, надеваем его на полосу и собираем бутерброд. И с гайками 10 из сделанных дисков. Между дисками по итогу должно быть по 4 гайки, а по краям по 2. Отступаем от края диска 70 миллиметров и делаем отметку на полосе. Это будет место изгиба. Чтобы легче блогнуть, немного надпиливаю это место толстым диском. По месту отмеряем ширину и также сгибаем, чтобы получилась п-образная деталь. Напротив отверстия в полосе делаем такое же отверстие и отрезаем лишнее от полосы. Собираем узел целиком от руки, закрутив гайкой с шайбой. Далее понадобится похожая изогнутая полоса. Я делал немного короче боковой части, но можно делать прямо такую же. Ее надо продеть как на видео и сделать отметки для будущих отверстий. Отверстие делал сверлом на 6 миллиметров. Далее фиксируем все это болтами и гайками. Должна получиться примерно вот такая конструкция. Думаю многие уже начали догадываться, что это такое. Кто не догадался, потерпите минуту и сейчас сами увидите, какая полезная штука получится. Осталось совсем немного. А именно надо немного поработать сваркой. Сколько я не пробовал, а варить электродами так и не научился нормально. Для таких как я есть сварка полуавтомат, на которой я еще не успел даже купить баллон, но попробовав даже без него я понял, что варить такой сваркой гораздо проще. Для начала заварю гайки, чтобы они не раскручивались. А далее привариваю держатель от черенка от граблей. Теперь его место тут. Немного затачиваю вторую полосу с двух сторон. Для придания вида всей конструкции покрашу ее матовой черной краской. Все высохло и осталось насадить и прикрутить черенок. Теперь можно идти тестировать самоделку. А нужна эта штука для культивирования и удаления сорняков в огороде. Работает как вперед, так и назад. И справляется классно. Взял я идею не из головы, а просто увидел в магазине. Там она стоит почти 600 рублей, без черенка. Я же потратил пару часов времени и 60 рублей на черенок. Сделал конструкцию умышленно не из четырех дисков, а из трех. Так как стремился сделать ее немного легче, а также за счет более узкой поверхности землю и сорняки обрабатывать проще. Хоть и захватывает она меньше. Друзья, на этом на сегодня все. Надеюсь, самоделка и видео вам понравились. И если это так, то ставьте лайки. А в комментариях напишите свое мнение. Как считаете, лучше потратить пару часов свободного времени или купить готовое приспособление в магазине? Те, кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!